На данный момент YouTube заблокировал возможность транслирования любых моих, собственно, трансляций на этот сервис, и поэтому приходится транслировать только на Twitch. Как только YouTube меня разблокирует, это случится где-то в середине июня, может быть июля, я, собственно, вернусь к трансляциям и на YouTube тоже. Но пока немножко потерпите, для тех, кто терпеть не хочет, я делаю короткие версии стримов. Та часть, которую я просто говорю до момента начала ответов на вопросы, я отрезаю все лишнее и выкладываю на YouTube как обычные ролики. Еще у нас на Twitch бывают разборы хайлайтов матчей, я думаю, что, ну, может быть, сегодня, если будут большие запросы, мы это сделаем, но оба матча, которые мы с вами не рассматривали, не особо изобиловали какими-то тактическими изысками то, чего хочется рассматривать под микроскопом. Все было довольно понятно именно в этом плане, очень много борьбы, очень много превозмножения себя, ну и, собственно, именно об этом мы сейчас поговорим. Вроде все наши стартовые ритуалы были сделаны, соответственно, можем приступать к... Камера мне не нравится, странно стоит. Можем приступать непосредственно к обзору двух последних матчей, в основном сегодняшнего, но буду периодически обращаться и к кубковому противостоянию. Матч с Уфой. Мы неделю назад с вами говорили о том, что матч супер важный с точки зрения мотивации для самого Локомотива и при этом абсолютно неважный для Уфы. Уфа уже гарантировала себе попадание в стыковые матчи, вылететь напрямую она не могла, выбраться из зоны стыковых матчей она не могла, и все, что она могла, это выбрать, да, условно говоря, попасть в стыковые матчи с 14-го места или с 13-го места. По регламенту 14-е место попадает на 3-е место ФНЛ, соответственно, 13-е место на 4-е место ФНЛ. Так получилось то, что на 3-е место ФНЛ закрепилась ТОМ, которая прямым текстом сказала, что ни в какую РПЛ она не собирается, деньги лучше потратить на академию, на строительство базовой системы подготовки, и вот это все абсолютно правильный, вообще разумный шаг. Жалко, что не дошла ТОМ до этого лет 5-10 назад, когда зачем-то мучилась в РПЛ, сливала огромную тучу бабла вместо того, чтобы построить себе академию. Может быть, глядя на ТОМ и остальные команды тоже об этом задумаются и перестанут бездумно лезть в РПЛ, не имея никакой к тому инфраструктуры нормальной. Но для Уфы, соответственно, это означало то, что лучше особо не стараться, потому что, ну, крылья советов ЦСКА вряд ли много очков наберут, и если Уфа вдруг неожиданно побеждает Локомотив, то вместо немотивированной абсолютно ТОМИ, которая не хочет в РПЛ, могла бы попасть на соперников, которые в эту самую РПЛ хотят. Например, Нижний Новгород, который в итоге и занял четвертую строчку, который встретится с крыльями советов. Однако это все не имеет никакого значения по одной простой причине. Тренирует Уфу Вадим Евсеев. Я уж не знаю, почему, что у них там случилось с Палычем, но у Евсеева большой зуб на Локомотив, и он особо этого не скрывает, Евсеев, и не скрывает того, что он болеет за Спартак, переживает за этот клуб, посчитает его для себя родным, и, соответственно, когда приезжал с Самкаром к нам, тоже очень сильно хотел победить Локомотив, и с Уфой тоже было видно по сегодняшней после матчевой пресс-конференции, что Евсеев прям вот его все колотит от того, что не удалось поднасрать Локомотиву, отобрать у него очки и не пустить его в Лигу Чемпионов. Я не знаю, с чем это связано, личные какие-то обиды, или, не знаю, может быть, кто-то дополнительно простимулировал Уфу, а деньги для такого клуба никогда не лишние, но факт остается фактом, и Уфа сегодня билась просто как последний бой, как будто для них этот матч решал все. При этом состав, который выставила Уфа, он, мягко говоря, не был основным, только под конец уже матча выпустили Слая, выпустили Тиля, футболистов, которые фактически и тащили Уфу по этому сезону. У Локомотива проблемы иного плана, Локомотив после шикарнейшего старта весеннего отрезка, мы много об этом тоже говорили, о том, что команда бежит так, как никогда по весне не бежала, демонстрирует высочайший уровень физической подготовки и интенсивности игры своей, и это была лучшая весна. Как мы видим, обратная сторона такого старта по весеннему отрезку – это большое количество травм. У нас примерно одним и тем же способом начали прямо во время матчей выпадать Фарфан, Хеведес, Кверквелия, Тарасов, Игнатьев, Антон Миранчук. Может быть, еще кого-то забыл, но вот просто Рыбус, да, тоже еще куда-то пропал, непонятно в какой момент. И если всех перечислить, то это огромное количество человек, и главное, что это все те, на кого мы рассчитывали как на основных футболистов. То есть Хеведес – один из лучших и главных наших центральных защитников, без него становится очень тяжело. Оба крайних защитника – Игнатьев, Рыбусь, мы с ними только-только начали играть, вроде что-то стало получаться. Сначала один, потом второй, причем почти одновременно. В опорной зоне выпадает, ну, Игорь Денисов не мышечная травма, у него ангина, как мы прекрасно все знаем, но тоже выпал из состава. Потом Баринов вылетел, тоже получил травму, неизвестно когда, неизвестно какую. Пришлось нам три, по-моему, матча сыграть без Баринова, восстановился только к финалу Кубка, где тоже играл с болью в ноге. Ну вот, сегодняшний матч он отторобанил полностью, большое ему за это спасибо. В атаке чуть-чуть получше, но и там фарфан для нас важнейшее звено. И все это вместе привело к тому, что состав, в котором мы выходили на два наших оставшихся финала, его очень трудно назвать боевым, боеспособным. Это игроки, которые, ну, по сезону приходилось им играть гораздо меньше. Это, ну, по весне, по крайней мере. Это Брайан Эдову, правый защитник, который идеально, почти идеально сыграл в финале Кубка, съел Ильина, съел Эль Кабира и не позволил забить, наверное, в самом опасном моменте, когда головой через перекладину мяч перевел. Это Миша Лысов, которого уже все практически списали и отправляли куда угодно, кроме основного состава Локомотива. Но вот он в очередной раз показал то, что он вышел два матча. Просто даже три матча, да, отлетал по своей бровке. И с его бровки снова ни одного опасного момента не приходит. Если какая-то опасность возникает, то либо центр, либо другой край. Но фланг Миши закрыт просто наглухо. Это Дмитрий Тарасов, который выходил, помогал и сегодня получил тяжелую травму. И эта травма особенно неприятна, учитывая то, что у Тарасова заканчивается контракт. Ему найти новый клуб с травмой будет архи-сложно, архи-нелегко. И я думаю, что клуб в такой ситуации должен предложить какое-то временное решение и все-таки переподписывать контракт. Дима этой весной выходил, помогал клубу и выглядел очень хорошо. И в том же финале Кубка, помните эту передачу на Рефата Жамалединова, которую никто не мог предвидеть, никто не мог предугадать. Жалко, она не закончилась голом. Тот же самый Рефат Жамалединова, которого мы по осени видели совсем-совсем минимальное количество времени, по весне начал брать на себя роль первой скрипки, важного звена атаки. Если бы не травмился Фарфан, я думаю, мы бы Рефата особо и не видели. Но Рефат вышел. Рефат показал, что он очень хорош этой весной. Забил несколько мячей, отдал несколько голевых передач. Сегодня после его передачи был заработан пенальти. В общем, эта весна для Рефата показала то, что это полноценный игрок основного состава. И очень здорово, что именно в этот момент он раскрылся и оказался в хорошей своей форме. Стал чаще играть Хевичек в Рацхеле. Сегодня он сыграл больше тайма, вышел на 30-й минуте. У меня есть определенные претензии к его игре, мы об этом еще тоже немножко позже поговорим. Но снова и снова я возвращаюсь к мысли о том, что сегодняшний состав, который играл сегодня, который играл в финале Кубка, это не то, чтобы второй состав. У нас еще Антон Миранчук вылетел, тоже лучший бомбардир нашей команды. И без него, как бы он там периодически плохо не играл, нам очень банально тяжело бить поворотом, банально тяжело забивать мячи. Лишаться лучшего бомбардира всегда тяжело и всегда проблемно. И все-таки, все-таки нашлись у нас силы, нашлась у нас скамейка. И даже те, кто выходил с этой самой скамейки после двух вынужденных замен еще в первой половине встречи, оказались вполне боеспособными, оказались на уровне решать конкретные задачи. И по обыгрышу Урала, и по обыгрышу Уфы. Два матча, которые закончились с одинаковым счетом 1-0, примерно по одинаковому сценарию развивались. И в обоих случаях стандарты решили судьбу этих двух наших маленьких финалов. По составу в воротах сегодня играл Гильерми. Мы отказались от схемы с тремя центральными защитниками, просто потому что у нас нету трех центральных защитников. На правом фланге сыграл Брайан Эдову, два центральных защитника Чурлук и Кверквелли. В финале Кубка Кверквелли не мог играть из-за дисквалификации. Еще одна проблема, которая добавилась. Там Крыховик великолепно отыграл в центре обороны. Далее слева снова Миша Лысов. Пара опорников изначально была Баринов-Крыховик. Потом, когда Кверквелли получил травму, Крыховик опустился в центр. Обороны и вместе с Барином вышел Тарасов играть. Потом Тарасов получил травму. И в опорную зону переместился Мануэл Фернандеш, а налево вышел Хвичек в Рацхеле. В общем, перестановок сегодня было очень много. Атакующая часть — это изначально Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, игравший по центру и справа, Рефат Жамаледдинов. Потом Хвича вместо, соответственно, Мануэла Фернандеша, Алексей и Рефат. Ну и нападающий Федор Смолов. Было у Феди достаточно большое количество моментов в финальном матче. Мог решать, мог делать и дубль, и хит-трик. И даже забил только. Судья увидел офсайд этот микроскопический. Сегодня у него было меньше возможностей, меньше шансов для того, чтобы проявить себя. Те минимальные, которые у него были, он не смог реализовать. Но в целом довольно активно сыграл. И, пожалуй, последние матчи Смолова наводят все-таки на некий оптимистичный лад. Забивать он умеет, забивать он будет. Надо, если он продолжит в таком же духе активно играть, как сегодня, возможно превратиться все-таки в ту голевую машину, какой была раньше. Но форвард нам все равно будет нужен. Матч, как и кубковый, так и сегодняшний, он изобиловал борьбой. Не какими-то изящными комбинациями. Когда мы играли с Рубином, мы просто задавили Казанцев. Возможно, удивили их тактикой, возможно, индивидуальным мастерством. Но там Локомотив бежал, Локомотив пасовал. И обороняться против такого было очень тяжело. Что сегодня, что в среду Локомотив играл скорее от печки, от своей штрафной. Старался максимально обезопасить именно свои владения. А впереди там дальше как получится. И все-таки даже с такой осторожной тактикой, мы, во-первых, и моменты у своих ворот получали дважды. Дважды игроки Уфы вываливались на ворота Гильермия. И оба раза удары не получались, но вполне могло быть очень опасно. Один удар через себя, один удар там с довольно острого угла. Все это прошло мимо ворот Гильермия, но тревожные звоночки были. В то же время Локомотив сам по себе создавал не так много. В матче с Уралом создавали мы довольно большое количество моментов, но транжирили их. Там Рефат два раза вываливался один на один. У Смолова было два момента. Забили в итоге с углового Баринов в ближний угол. Открылся, оббежал Погребника и отправил мяч в ближнюю девятку. Сегодня мы тоже забили со стандарта, со штрафного, блестящий удар Мануэла Фернандеша. И, наверное, после того, как этот гол был забит, 90% задачи было выполнено, потому что дальше Локомотив играл по счету. Все так же закрыто, все так же старался играть на отбой. Ни каких-то там рискованных обводок у своих штрафной. Просто хладнокровно бить вперед. Дальше, если зацепиться, то хорошо, не зацепиться. Ну, все игроки сзади, можно продолжать обороняться. Это было не очень приятно смотреть на стадионе. Очень волнительно, потому что, ну, любой рикошет, любая фигня, там, пенальти, которую может поставить судья в любой момент. И это все пошло бы на смарку и перечеркнуло бы весь сезон, весь длинный, очень длинный, практически у нас сколько? Около 40-42, наверное, матчей Локомотив сыграл в сезоне 18-19. Это 30 матчей чемпионата, 6 матчей Лиги чемпионов, плюс 2 с Рубином, 2 с Ростовом, 1 с Уралом. Это 5, это уже 41. И по одному с Енисеем с Балтик. 43 матча, да, я насчитал, которые сыграл Локомотив. И если бы сегодня на 90-й минуте Уфа каким-то чудом сравняла счет, в параллельном матче Краснодар обыгрывал Рубин, все это могло пойти на смарку, и Локомотив бы занял 3-е место. 3-е место и Кубок, это тоже, конечно, хороший сезон. И в неудаче его никак не запишешь. Но разница слишком огромна между вторым и третьим местом. Я думаю, прекрасно это понимаете. Был момент у Локомотива, чтобы обезопасить себя, сделать более приятную концовку этого матча. Но, к сожалению, Мануэл Фернандеш не забил пенальти. И это уже второй пенальти, который не забил Мануэл Фернандеш. Не такой важный, как в игре спорту. Но пробил просто один в один, только в другой угол, на той же самой высоте, на таком же расстоянии от центра. Вроде сильно, но, как показывает практика для вратарей, именно в эти точки очень удобно отбивать мячи, которые летят с 11-метровой. Чуть-чуть там повыше, чуть-чуть пониже, либо вообще по центру. И процент забивания таких мячей гораздо становится выше. Ну, а мы получили нервную концовку. Ману большое спасибо за гол в итоге, который он забил со штрафного. Но, по сути, да, ли он мог не забивать со штрафного, забить с пенальти, было бы то же самое. Видел много достаточно комментариев по Ману, мол, что вы теперь скажете, Ману спас нам сезон и все такое. У меня немножко другое мнение по этому поводу. Во-первых, Ману здорово отыграл в финале Кубка. Про сегодняшний матч я такого сказать не могу, но в финале Кубка к Ману не было никаких претензий. Подача с углового это вообще достаточно хорошая была штука. Он несколько раз подавал в эту самую точку, и один из них увенчался голом Баринова, но были и другие хорошие подачи. Но в целом он отрабатывал по своему левому флангу, страховал Мишу Лысова и вообще играл с полнейшей самоотдачей, как он это делал в лучшие матчи чемпионского сезона. Сегодня у него получалось очень мало и ни о каком тащить команду вперед или закрыть опорную зону после того, как вылетели оттуда Тарасов и Крыховик, но Крыховик потому что ушел в центр обороны, вообще не приходится. Ману был не похож на себя, был блеклый своей тенью. И во многом то, что Уфа больше, наверное, чем мы владела мячом опасно, и нам приходилось много играть на отбой, это в том числе и Вина, и Мануэл Фернандеша, который не смог, играя в центре поля, обеспечить контроль над мячом, не смог достаточно часто пасовать внутрь штрафной, находить Смолова, находить края атаки, а удары в итоге все Мануэл Фернандеша были заблокированы. В общем, большое спасибо за штрафной, который он забил, но у нас по этому сезону и по прошлому сезону мы видели то, что есть игроки Локомотива, которые способны бить эти самые штрафные, и тот же Леша Миранчук, который минутами ранее до этого штрафного тоже неплохо пробил, и Белинов вытащил из левого угла. И мы видели, как с этой же самой точки Алексей Миранчук клал ворота Ахмата, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, если оставлять Фернандеша ради стандартов, то, ну, наверное, это не самая разумная идея. Хочется, чтобы, если мы оставляем Ману Фернандеша, а решение, насколько я понимаю, еще не принято, в том числе и самим Мануэлом, то он больше давал влияние именно в игровой процесс, больше передач, больше хороших ударов со средней и дальней позиции, больше перехватов, больше отборов и всего-всего-всего побольше. Влияние Ману на игру, даже в тех матчах, в которых он выходил по весне, они были вовсе неплохими для Ману, хотя косяков хватало, да, если помните, как он терял мячи в игре, которая, по-моему, с Ростовом на кубок, который заканчивался 2-1, а или с Енисеем, нет, с Енисеем, который мы выиграли 2-1, но вполне могли и не выиграть. Там, ну опять же, влияние именно Фернандеша на игру, оно было минимально, а ошибки, его любимые ошибки, когда он пытается сохранить мяч где-то около своей штрафной, но теряет его, они остаются и никуда не денутся, это стиль игры Мануэла Фернандеша. В общем, я думаю, что все-таки с Мануэлом надо прощаться, находить новых молодых прекрасных футболистов, именно этим сейчас администрации и селекционному штабу придется заниматься. Надеюсь, что мы пойдем по стопам Краснодара, который уже подписал двоих футболистов, одного весьма-весьма интересного паренька из Голландии, из... забыл название клуба, помню, что зовут его Намли. В общем, я надеюсь, что локомотиву, которой нужно очень серьезно обновлять свой состав и набрать состав боеспособный, готовый к Лиге Чемпионов, а не просто, ну вот эти вот ребята завоевали золото, давайте их всех сохраним и дадим им возможность поиграть в Лиге Чемпионов. Нам нужно практически в каждую линию найти по одному, двух игроков, а то и больше. Всего по сезону, я уже сказал, что весь сезон вышел как на качелях, и начинали мы довольно субурно, плохо, и весну, осень заканчивали с весьма такими неприятными мыслями по отношению к тому, что будет по весне, потому что была провальная по результатам, не по игре. Я все еще... Меня все еще иногда бомбит, когда я слышу, что локомотив провалился в Лиге Чемпионов и ужасно там играл. Все это могло и должно было пойти совершенно иначе, но по результатам мы действительно могли и должны были гораздо лучше, гораздо сильнее все это отыгрывать. У нас были многие провальные результаты и в Чемпионате России, когда то, что, например, болит больнее всего, это поражение от Спартака в матче, в котором мы должны были одерживать достаточно легкую победу над абсолютно разбалансированным соперником. Мы умудрились не просто не выиграть, мы еще и проиграли, не забили пенальти. Сколько мы их не забили в этом сезоне, вообще счету не поддается. Ну, сами просто подарили эту победу Спартаку. Были странные матчи. И по весне, да, мы вышли из межсезонья, сыграли 2-2 с крыльями Советов, учитывая при том, что, во-первых, крылья Советов, как оказалось, по весенней части абсолютно разбалансированная команда, которая непонятно во что, непонятно как играет и моментально разваливается. Но именно с нами они вышли из межсезонья и в меньшинстве умудрились отыграться, забить второй мяч при абсолютно халатности и попустительстве наших защитников, наших полузащитников. Были проигрыш Арсеналу Черевченко, который тоже, опять же, сами соорудили голы в свои ворота. И Кверквелли, который ошибался весь сезон и ошибался грубым самым образом, он даже успел... Он сыграл всего минут 20, наверное, сегодня. Но даже в эти 20 минут он умудрился два раза и чуть ли не привести гол в свои ворота, кексуя по мячу, когда скидывал его Гильерме или пытался вынести. Не помню, какой конкретно. Что конкретно он там делал, я уже не помню, но помню то, что два раза я на Кверквелли очень сильно ругался. Это и травма Кверквелли. Она, хоть и, конечно, желаю нашему Соломону крепкого богатырского здоровья и к следующему сезону подойти в наилучшей форме и в Лиге чемпионов доказать, что он умеет играть хорошо, но в этом сезоне это просто какой-то нескончаемый кошмар. И постоянно раз за разом он допускал очень грубые ошибки. И этот сезон, конечно, очень сильно не похож для Соломона на предыдущий золотой, где он был лучшим защитником чемпионата. Были косяки и у практически каждого нашего футболиста. И когда я задумывался о том, кого же все-таки признать лучшим футболистом в составе Локомотива в этом сезоне, идей совсем практически нет. Если в золотом сезоне хотелось признавать лучшим и расцеловать каждого и Игорь Денисов, и Джефферсон Фарфан, и Соломон Кверквелли, и Алексей Миранчук, и Гильерми, они все были, и Влад Игнатьев, да, тоже не надо его забывать, у него большущий, важнейший КПД был в том сезоне. В этом сезоне, когда смотришь на наш состав, ты понимаешь, что, ну, например, Гильерми. Хочется назвать Гильерми лучшим футболистом, но понимаешь, что у него был громаднейший спад в Лиге Чемпионов, он очень сильно провалился, у него было много ошибок по возвращению из стана сборной России, когда голы влетали в сетку наших ворот, ну, просто от удара в створ ворот Гильерми. Ну, сложно, да, при том, что все-таки был хороший перформанс, и часть матча он для нас затащил, но были и моменты, когда, например, гол Магомеда Шапи из Сулейманова в ближний угол между ног Гильерми, в котором мы потеряли, соответственно, одну очко и пропустили вперед Краснодар. Если бы тогда этот момент не случился, Гильерми бы потащил удар, который шел фактически в него, сейчас бы не было такой нервной концовки. И дальше идешь, ну, кто еще? Кого еще можно назвать лучшим? Крыховик. Крыховик, пожалуй, наилучшая кандидатура на звание героя сезона, лучшего игрока, но и у него были серьезнейшие проблемы с тем, чтобы пасовать вперед. И многие матчи он просто растворялся. И концовка зимы, возможно, потому что у него получился очень длинный сезон, концовка осеннего периода, в ней Крыховик не выглядел хорошо, и казалось даже, а надо ли нам вообще выкупать Гжегаша. Сейчас, когда прошла весна, и концовку весны он затащил для нас, играл на разных позициях, и сейчас, конечно, таких вопросов нету. Здорово, что вы купили Крыховика за те деньги, которые были прописаны, 10 или 12 миллионов, это уже не суть важно, они еще и будут разбиты по сезонам выплаты. Это громаднейшая удача для нас, и глядя на ПСЖ, который за 10 миллионов отдает Крыховика, за 40 минут покупает Паредос, и теперь думает, куда бы его сбагрить, это, конечно, выглядит как афера века, но это ПСЖ, и у шейхов свои причуды. Джефферсон Фарфан забил множество важнейших мячей, как и в прошлом сезоне, но он, как и положено, человеку в 34-35 лет уже больше лечится, чем играет, и после очередной травмы ему нужно некоторое время на то, чтобы восстановить свои кондиции, в итоге, ну, из этих 43 матчей, которые мы насчитали, наверное, в 10-ти Фарфан играл в свою полную силу, а оставшийся либо восстанавливался, либо после травмы, либо вообще не принимал участия, ну, Джеффа любим, но лучшего игрока он, наверное, не заслужил. Алексей Миранчук, лучший по статистике Инстата, и тоже во многих матчах лишь благодаря его настырности, его умению пролезть куда-то, его волшебной левой ноге мы добывали очки, и сегодня, в том числе, помимо замечательного удара Мануэла Фернандеша, надо не забывать, что именно Алексей заработал этот самый штрафной, просто взяв мяч и пройдя, как нож сквозь масло троих или четырех защитников, прошел, проткнул себе мяч и получил по ногам. Сколько таких моментов было по сезону, не с честь, но сколько было моментов, когда Алексею нужно было просто попасть по воротам, просто пробить правой ногой, просто отдать хорошую передачу, и всего этого мы не видели, и из-за этого мы получали большие проблемы. Хочется назвать Алексея Миранчука лучшим игроком сезона, но снова, снова думаешь, вспоминаешь плохие, абсолютно плохие матчи Алексея, в которых было непонятно, почему же Палыч его не меняет. Антон Миранчук, лучший бомбардир сезона, но здесь еще проще, потому что в большей части матчей, в которых Антон даже забивал, мне не нравилась игра Антона Миранчука. Мне кажется, его вот это вот желание бомбардирское затянуть одеяло на себя, оно играет довольно злую шутку, и в чемпионском сезоне Антон был нашим лучшим распасовщиком, сейчас он наш лучший бомбардир, и Антон того золотого сезона мне нравился больше. Очень нестабильно он сейчас играет, и всячески желаем его выздоровления, я думаю, что несерьезно у него травма, и неделя-две пройдет, он восстановится, но в следующий сезон Антону нужно играть гораздо более мастеровито, гораздо более по-взрослому, наверное, вот что я хочу сказать. И в итоге, не знаю, может быть, у вас есть еще какие-то кандидатуры, я вообще думал, что у нас же после последних 3 года мы в итоге сезона подводим премии «Золотой Ортенберг», в котором придумаем различные смешные номинации, и думаем, кого ими бы наградить. Если у вас есть, можете сейчас накидать эти самые номинации, и я попробую, ну, собственно, свои впечатления по этому поводу рассказать. В общем, лучшего игрока этого чемпионата, очень хорошего для нас чемпионата, очень хорошего для нас сезона, я просто не могу выделить, потому что кто-то был хорош на старте, кто-то нас тянул, когда ничего не получалось, тот же Крыховик на старте сезона был просто прекрасен, кто-то был хорош в конце, Рифаджи Малединов, я считаю, для нас затащил апрель и май, кто-то тянул нас в серединке, кто-то, в принципе, просто сверкал отдельными матчами, но какой-то единой яркой картины по ходу всего сезона мне не получается найти. Наверное, я бы сказал, что это все-таки Джегош Криховик, но все-таки с большими оговорками и понимая, что лучший игрок этого сезона сыграл хуже, чем не лучшие игроки сезона предыдущего, и для того, чтобы вернуть золото в Черкизово, нужно будет всем серьезно постараться в следующем году, нужно будет усилить команду, нужно будет избавиться от людей, которые мало играют. Сегодня проводили Тараса Михалика при всей любви к этому персонажу, при всей любви к Тарасу и тому, как он играл. Никогда ни единой претензии у меня не было к его игре в плане самодачи, в плане исполнения своих функций на поле. Нахождение человека на контракте, который за весь сезон не играет ни минуты, даже когда он очень нужен, это, конечно, ну, не должно быть такого в клубе. И таких игроков у нас на контракте довольно много, и нужно с ними всеми что-то решать, потому что для того, чтобы купить игроков молодых футболистов, не молодых, а тех, кто прям готов помогать здесь сейчас, нужно сначала разгрести всю нашу многочисленную заявку. прямо сейчас у меня больше не вспоминается ничего, что я бы хотел именно сказать, именно поведать свое собственное, но я думаю, что в вопросах вы наверняка вспомните те темы, которые я бы хотел с вами затронуть, с вами обсудить, поэтому запись я стопаю. Для тех, кто будет это смотреть все потом в записи, еще раз скажу, что полную версию, если вы хотите вместе с ответами на вопросы, вы ее сможете найти на твиче, здесь только короткая версия, ссылка будет в описании к ролику, всегда можете по ней перейти и послушать полную версию, я вижу, что вопросов огромное количество, и соответственно, там будет еще некоторое время длиться трансляция. трансляция. Продолжение следует...